всех приветствую приступил к обшивке внутренней части веранды в общем тут такая проблема вот старый поликарбонат из него вырезал кусок он не прикреплен просто представил проблема в том что эти внутренние все кишки видно конечно в темноте издалека она и не будет видно ну и материал выкидывать куда-то не использовав тоже не очень-то хочется поэтому то я приставил так поглядеть с одной стороны все равно все это дело все это колхоз поэтому тут что лучшего то ожидать строим из того что есть такой лозунг наверное стоит применить ко всей к этой стройке поэтому я не думаю что нужно искать каких-то других вариантов в общем выглядит вот это так можно конечно купить баллончик с краской покрасить пенопласт зеленый цвет и этот поликарбонат зеленый и будет не так в глаза бросаться от этой пена вот этого но опять же баллончик стоит где-то рублей 200 250 сколько слабо ланчик опять же красить то есть надо чем-то все закрывать чтобы не набрызгать ну в общем такая маленькая проблема склоняюсь я к тому что скорее всего прибью этот поликарбонат так вот просто и все пока в голову ничего лучше не приходит распадет немножко времени еще похожу подумаю что-нибудь придумаю или остановлюсь на таком варианте вот пришло в голову такое решение как вариант он не окончательный в общем у нас есть старый пододеяльник с цветами он получился но туда его запихали если вот там красивенько расправить закрепить на маленькие гвозди или степлером то после окончания монтажа будет вот такой вот вид интересное решение но всего пододеяльника не хватит на всю вот эту сторону есть у нас еще обои разного сорта можно то на оставшуюся часть обои подложить под поликарбонат в общем смотрим думаем дальше на каком варианте остановиться появился еще один вариант вот такой вот белая простынь под как поликарбонатом значит мы что решили вот эту часть будем называть ее обеденная зона она у нас будет сделано вот так как первом варианте с пододеяльника с цветами а вот эта зона назовемая кухонная вот здесь будет стоять холодильник ну а здесь еще тут полочки какие-то будут дополнительные вот эта зона мы сделаем под белую простыню а выглядеть будьте это с белой простыню вот так на там морщинистая но он разгладится потом там все равно ничего не видно будет там холодильник полки и как бы она будет потеряться будет чисто как бы так скажем зеленая придерживаясь того что я использую то что есть наличие из материалов и думаю как вариант тот о котором я изложил выше наиболее подходящий самое главное что это бесплатно и выглядит нормально то есть не скажи никому про это как это сделано человек бы сразу конечно не догадался пока вблизи не рассмотрели бы но вот из минусов старого поликарбоната у нас такие тут отверстия остались саморезов но от них никуда не денешься мы уж конечно помоем что он так посветлее был продвигаем такой вариант будем его придерживаться делаем дальше сейчас начинаем прибивать тряпку на это место попробуем как получится а степлера нет поэтому таким образом крепим ткань гвоздь биваем наполовину и загибаем все искали слова как это все художество называется драпировка вот такая драпировка получилась на этой части обеденной зоны ну как мы назовем или называем вот из такого пододеяльника как бы новый был но он не нужен потому что он сделан из нефти и ткани вся литвизуется и короче было решено сюда его направить на работу вот на эту часть юранды так посмотришь то можно и и не закрывать ничем более ну а куда девать вот этот поликарбонат в общем сейчас будем закрывать вот эту часть цветастую там где кухонная зона как я уже говорил будет белом цвете крепить буду на такие саморезы окрашенный зеленый цвет и и и и и и и получается вот такой результат вот так мы надеемся будет выглядеть вся остальная часть которая еще не сделана здесь внизу щель получилась но эта щель будет компенсирована линолеумом и будет какой-то плинтус сюда так что это все уйдет вот это все что болтается все уйдет под плинтус целом картина выглядит так вот таким образом задрапировали белой тканью кухонную зону сейчас будем закрывать ее поликарбонатом другой тряпки более белоснежной не было используем то что валяется без дела нашли вот это закончен очередной этап по обшивке теперь все это выглядит вот таким образом под поликарбонатом у нас рисунок в виде цветов на старом пододеяльнике это было сделано для того чтобы закрыть следы пенопласта далее тут пришлось из кусков городить ничего нормально и вот кухонная зона кухонная зона как я планировал была задрапирована белой тканью тоже старой и вот теперь в комплексе все вот так вот это выглядит итак следующий этап сейчас мы будем стелить вот такой вот линолеум цвет будет виден позже когда мы раскатаем вот стелим линолеум расстелили линолеум вот такого цвета конечно же ни с чем ничто не гармонирует здесь ну вот что-то взяли вот такой вот потому что в домике линолеум такого же типа ну расцветки и фасона ну и сюда решили теперь все выглядит вот таким образом вот отсюда вид и отсюда вид на так называемую кухонную зону ну на сегодня мы ролик заканчиваем в следующем ролике уже наверное будем здесь крепить плинтуса сейчас пока так линолеум оставим пускай отлежится немножко вот это все лишнее потом обрежем вот эти все щели закроются плинтусами с учетом того что веранда скажем так несколько кривоватая но линолеум то лег хорошо ровненько по бокам ничего не подрезали хочу простые деревянные плинтуса они недорогие ну их естественно и к полу прибивать легче они закроют все и будем их называть технические зазоры ну и все а дальше будем смотреть что еще мы тут будем делать дальше нужно будет вот этот срам весь закрыть ну полагаю что простые рейки прибью ну типа наличников вот это по верху все вот здесь ну и с наружной части то же самое сделаю наличники сделаю отливы но это будет потом всем пока то 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 Субтитры сделал DimaTorzok